Мировое сообщество Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, моя мать сбежала, и я, собственно, отправился на поиск своей матери с бабушкой. Мы приехали в Польшу. Вы знаете, я приехал 14 лет в коротких станишках. В Греции юноши носят короткие очень долго. А в Польше это было очень смешно. Я выглядел, наверное, инопланетянином там, когда приехал. Мне вначале надо было адаптироваться. Ну и Польша немножко помогла мне подготовиться к следующему этапу, к Советскому Союзу. Я немножко увидел другой стиль жизни там. Дядя, брат моей матери работал в интернате. Дети греческих политиммигрантов были. Я вошел в коллективную стиль жизни. Ну и через некоторое время я уже привык, стал носить длинные брюки. И меня польские ребята и девочки немножко ввели в эту более тесно коллективную жизнь. Но в Польше я неплохо. В конце было неплохо. Мне нравилось. Шок был большой. Мой приезд в Узбекистане. Дмитрий, Греция объявила официально о программе помощи украинским беженцам. А как обстоят дела в реальности? Начнем с того, что не только Греция, но все страны Евросоюза обязались сделать программу помощи украинцам. Это решение Евросоюза, Брюсселя. И Греция, собственно, следует этому решению. Евросоюз для этого выделил деньги, которые дал всем странам, которые будут заниматься беженцами. Как обстоят реальности? Надо сказать, что у нас где-то 60-70 тысяч беженцев с Украины. Большинство из них, как вы, наверное, понимаете, это женщины с детьми. И наша страна дает деньги для того, чтобы они наняли квартиры. Это основная помощь, которая им дается. Потом сделаны всякие семинары по изучению языку и всяких других вещей. Но эта помощь для квартиры, она, как правило, больше. И остаются немножко денег и для жизни беженцам. Ну, народ здесь, в нашей стране, он симпатично относится к украинцам-беженцам. Дмитрий, у греков своя богатая история скитаний, депортаций. Это историческая память. Помогает понять современных украинцев? Несомненно, помогает. И дело в том, что эта история не такая уж старая. Дело в том, что после развала СССР у нас была волна эмигрантов греческого происхождения, так называемых понтийских греков. Около 250 тысяч таких приехали в Грецию. И это было в 90-х годах. Но ведь и ваша семья столкнулась, Дмитрий, с беженством, с эмиграцией. Расскажите, пожалуйста, об истории вашей семьи. Она, насколько я знаю, полна драматических поворотов и страниц. Да, в истории моей семьи много драматизма. Но это характерно, надо сказать, в этой стране очень часто повторяется. Мой отец был убит, когда мне было 5 месяцев. Причем отец мой, он был одним из руководителей сопротивления против немцев в 41-45 годах в регионе Центральной Греции, откуда он родом. И он, когда закончилось сопротивление, он выступал за то, чтобы Компартия не пошла на вторую, эту партизанскую войну, захват власти. Он говорил, что мы должны бороться демократическим путем с помощью выборов, парламента и так далее. Но руководству Компартии это было неприятно. И они его предали. В 45-м году там всякие банды, правые, левые, были в этой стране, как всегда, во время всяких смут. И одна из таких банд поймала его и убила. А моя мать вынуждена была последовать партизанской армии, которая уже создалась и в конце концов оказалась в Узбекистане. Ее брат в Польше, она в Узбекистане. Остальные все ее братья, сестры, двоюродные братья, они были в концентрационных лагерях, которые были созданы. Причем Греция единственная страна в Европе, в которой люди, которые воевали против немцев, которые были в партизанской войне, против них гонения всякие были устроены. Дело в том, что, с одной стороны, то, что коммунисты хотели взять власть силовым путем, это было плохо. А с другой стороны, то, что воинов против немцев арестовывали, убивали, гонялись за ним, это тоже плохо. В отличие от Франции, там Италии, где Кумпартия, она принимала участие в выборах, даже в правительствах было, и все было более-менее в русле демократии. Почему так сложилась судьба греческих коммунистов, воевавших против нацизма? Почему столь многие из них отправились именно в Узбекистан, в Советский Союз? Гражданская война в нашей стране длилась с 1945 до 1949 года. Воевала партизанская армия коммунистов против правительственных войск, которые, конечно, помогали очень сильно англичане, а потом американцы с какого-то момента взяли на себя эту обязанность по помощи. Когда были побеждены партизаны, они отступили в Албанию, Болгарию, Югославию, их там собрали и отправили в Узбекистан. А почему в Узбекистан? Ну, это решение Сталина, скорее всего. Я думаю, что это, чтобы держать их там подальше и под контролем. Их вывезли на кораблях из Болгарии в Одежу. Димитрис, в 60-е и 70-е годы вы жили в Киеве, не просто жили. Вы учились в Киевском государственном университете, вы окончили этот университет, если я не ошибаюсь, кафедру математической лингвистики. Правильно. Вы дружили с другими студентами, ну, прежде всего, с украинскими студентами. Тогда вы понимали, что Украина не Россия? Ну, я дружил с украинскими студентами, причем со многими известными диссидентами. Но попозже, правда, это было. Одного из которых зовут Игорь Померанцев. Значит, но Игорь с тобой мы познакомились попозже, а до этого я познакомился с Кордоном, с Забаштанским и с другими. Что касается Украина-Россия, нет, не совсем было ясно, что Украина это такая уж отдельно. Конечно же, украинские песни, я выучил украинский язык, складав испытик украинскую. И, конечно же, я потом читал украинскую литературу, сдавал украинскую литературу. Но все-таки понимание того, что это уж слишком отдельно. У меня было такое ощущение, что это очень близко к России страна и народ. Но вот диссиденты, мои друзья, они со мной спорили, они говорили о том, как предъясняют Украину. И с какого-то момента я стал понимать, что да, там есть проблема. Димитрис, я читал, что через Грецию проходят такие обходные пути в нарушении санкций против России. Вы знаете что-либо об этом? Вы можете опровергнуть или подтвердить эту информацию? Дело в том, что наши суда, это были основные суда, которые русскую нефть перевозили. И наши судовладельцы, они, конечно же, им санкции не совсем по душе против России. Потому что они потеряли большой рынок. Также и наши сельскохозяйственные продукции. Россия была одной из таких очень серьезных рынков для наших вишен, апельсинов и так далее. Поговаривают, что есть люди, которые смогли через Турцию как-то обходить эти санкционные меры. Ну, точно каких-то там доказательств у меня нет, но есть такие разговоры, да. Из вашей фразы я понял только BBC. Так ему будет понятнее, конечно. Дмитрий, давайте сделаем еще один шаг назад. Вы автор двух мемуарных книг, к сожалению, на греческом языке. Для нас, к сожалению. Скажите, пожалуйста, что вы описываете в них? Это что за история? Имеет ли она отношение к вашим родителям или это более новая история? Первая книга – это книга про моего отца. Его брат, мой дядя, дал мне какие-то записки, сказал, что, ты знаешь, вот я думал написать книгу, не успел, возьми ты, напиши. Я взял записки, прочитал там все книги, в которых упоминался мой отец. Потом нашел парочку живых его сотрудников. Одному 101, другому 97 лет. Они мне тоже дали информацию. Я написал книгу, которая называется «Димитрий Баколос. Один из руководителей сопротивления против немцев в Центральной Греции». Как раз локдаун дал мне временной ресурс, чтобы написать эту книгу. Написав эту книгу, я вспомнил свою старую любовь писать. Я в Киеве зарабатывал на журналистике, когда был студентом. И я потом позавидовал своему отцу, написал вторую книгу «Свои воспоминания о моей жизни в Восточной Европе». Греция, Польша, Узбекистан, Украина, Кипр. Оказалось, что много всяких приключений в моей жизни. Я попытался сделать вот этот вот мемуарик, типа приключенческого романа. Обе книги на греческом, конечно. Но вот вторую книгу «Мои друзья», американский киевский друг, который сейчас в Нью-Йорке, Игорь Веслер, он ее перевел машинным способом, потом немножко пригладил. Потом мой друг, филолог, известный романист Славик Рассовецкий догладил. И она уже есть и на русском. Она не выпущена, она есть только в машинном формате. А сейчас я закончил следующую книгу, следующую часть своих приключений уже в мире капитализма. Эти книги уже, по крайней мере, две ваши книги, изданы на греческом языке в Греции. Греческих читателей, рецензентов заинтересовали ваши воспоминания? Вот эта война в Украине каким-то образом способствовала интересу? Да. Что касается второй книги моих мемуаров, да, оказалось, что есть интерес. Но ее первое издание распродалось полностью. Меня звали на всякие интервью в греческое радио и телевидение. И, конечно же, это было связано и с Украиной, потому что там большая часть этой книги посвящена моей истории в Украине, где, среди прочего, мне было сначала трудно, потом за мной КГБ около 8-9 лет пытались сделать из меня сотрудника. И мне было очень трудно с этим справиться. Но, в конце концов, мне удалось это. Причем, как удалось, я нашел в Москве сотрудника моего отца, который был представителем Компартии в Греции, в Компартии в СССР. Я нашел его в Москве и сказал, что, знаешь, слушай, вот так и так дела, я не буду работать на них. Если ты не поможешь, чтобы они отстали, я пойду в греческое посольство. Тогда была хунта в Греции, да, и буду говорить, что со мной делается здесь, в этой стране. Он тогда сказал, не волнуйся, и пошел к Пономареву. И, конечно же, они от меня отстали. Я думаю, что это досталось немножко этим друзьям, которые на меня наседали КГБистам. Дмитрий, давайте не уйдем от украинской темы. Скажите, что сейчас видно вашим глазам? У вас есть киевский, украинский опыт, большой или небольшой, но все-таки он есть. Можете ли вы как-то способствовать ассимиляции украинских беженцев, помочь им в каких-то их проблемах в Европе? Обращаются ли к вам? Ходатайствуете ли вы за них? Вообще, опишите, пожалуйста, взаимоотношения с сегодняшними украинскими беженцами. Дело в том, что я украиной занимался с 90-го года до начала локдауна полностью с помощью проектов Евросоюза, которые моя компания выполняла на Украине. Так что я не терял связь с Украиной до настоящего времени. Теперь, что касается проблемы беженцев и сегодняшней Украины. Вчера была у меня супруга украинского посла в Греции с тремя украинками, с которыми мы планировали, как будем пытаться помочь украинским беженцам. Но начнем с того, что три семьи живут у меня или не с моей помощью здесь в Греции. Мои друзья, а также секретарь моего офиса киевского сейчас в Греции. Потом мы создали сайт, ANSI for Ukraine, ANSI это моя неправильственная организация. Постоянно украинская проблема занимает меня. То, что происходит там, это больно, это неприятно, это трудно представить было когда-то. То, что мои друзья страдают там, и то, что народ страдает, то, что Украина страдает, это меня не может оставить без внимания. И я занимаюсь и буду заниматься Украиной с помощью всяких спонсорских денег греческих, но также с помощью фондов Евросоюза, которые кое-что сейчас стали появляться в тендере на помощь Украины. Мы в одном из них приняли участие. Надеюсь, мы выиграем его, будем помогать. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете первую программу «Радио Свобода». «Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. Мы беседуем с волонтером, предпринимателем и мемуаристом Димитрисом Баколосом. Вы вернулись на родину в 80-м году. У вас здесь было много родичей, родственников. И я полагаю, это были люди левых взглядов, прокоммунистических. Вы начали с ними общий язык, хотя бы эмоциональный. Самые близкие мне люди. Моя тетя, сестра, моя мать, которая у меня выросла. Моя мать. Она, знаете, наша матерь принимает, какими мы не были бы. А вот другие родственники поначалу не понимали меня. Когда я им говорил про советскую действительность, они же мне говорили, а как же там, ну, здравоохранение, учёба и всё такое. Я пытался объяснить, что всё коррумпировано и всё не так. Дядя, брат моего отца, он сказал, слушай, я не понимаю, ты где, в какой агентуре работаешь, что такое, говоришь. И вот большинство моих родственников, здесь сегодня моя тётя и парочка очень близких мне людей, они не понимали. А моя тётя мне говорила, ты знаешь, ты, пожалуйста, это всё не говори никому. Если хочешь, приходи ко мне, чтобы, ну, от души, ну, они тебя не поймут. Но, правда, после того, как начался развал Союза, тот же дядя сказал мне, Дмитрий, ты меня прости, пожалуйста. Но я тогда не мог понять. Дмитрий, вы не только филолог и мемуарист, но и предприниматель. Поделитесь вашими наблюдениями. Бизнесмены России и Украины отличаются друг от друга или это люди одной бизнес-культуры? Часто мне тут в Греции спрашивают, ну, украинцы и русские, это одинаковые, одно и то же? Конечно же, это не одно и то же и не одинаковые. Я бы сказал, что украинцы более хозяйственные, они занимаются больше прикладными вопросами. Русские больше склонны к философским всяким таким штукам. Это другие люди, разные народы. А что касается бизнесменов, ну, вот этот вот характер накладывает отпечаток и на бизнес. Хотя, конечно, в 90-х годах и начале 2000-х одну общую характеристика у бизнесменов с Украины, с России, это было то, что они не знали, как бизнес делается. Сейчас уже научились, правда, все. Украинские беженцы, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь, так или иначе помогаете им, делятся с вами, ну, своими эмоциями, своим психологическим состоянием, насколько они откровенны. Какой эмоционально-психологический портрет украинского беженца вы могли бы нарисовать? В одной из семей, которой я тут помогаю встроиться в этой жизни, это дочь одного киевского грека и украинской мамы, у которой трое детей, 25, 18 и 8 лет. Надо сказать, что девочка, которой 8 лет, потрясающая девчушка, симпатичная, сильная, интересная. Одно из частых ее замечаний, почему вы все время про войну говорите, кончайте, не хочу слышать про войну. А что касается взрослых людей, надо сказать, что есть определенная такая тенденция у большинства как-то забыть, что ли, о том, что там с ними произошло, как-то дистанцироваться от этого. С другой стороны, конечно, то, что там их друзья, их родственники, их мужья, им не позволяют это дистанцирование сделать. А также очень интересное отношение к России у них. Люди, которые когда-то были очень близки к России, они теперь уже начинают быть, совсем не считать Россию своей близкой страной и начинают, ну, в общем-то, по-другому относиться к русским и к России. Конечно, это немножко грустно, но ничего делать, это реальность такая. Вы поддерживаете какие-то деловые отношения с Украиной или во время войны это просто практически невозможно? Я, вот, как я сказал, принимаю в одно тендер помощи украинцам в бизнесе, надеюсь, в игре буду заниматься. Потом кое-какие компании греческие, у которых проблемы большие в Украине, они обращаются, как решить, например, как посылать продукты в Украину, ведь теперь нужно обходным путем надо послать. Ну, короче, с Украины бизнес греческий, ну, и мои собственные, он не закончился, но он сильно осложнился. Дмитрий, я хотел вас спросить о той связи, которая есть между Россией и Грецией, связи исторической, духовной, культурной, религиозной, потому что трудно найти другую православную страну в мире, которая повлияла бы на русскую культуру, в такой степени, в которой повлияла именно Греция. И, между прочим, первым слово «пиндосы» употребил Чехов в одном из своих рассказов относительно греков. А у вас есть отгадка, почему Чехов называл, или, точнее, герой Чехова называл греков пиндосами? Действительно, я не задумывался никогда об этом, почему. Ну, а что касается отношения греков к России, надо сказать, что, конечно же, русский для греков, один из народов, к которым, ну, у них всегда теплые отношения. Кстати, обратное тоже я чувствовал в Советском Союзе, не только у русских, но и у украинцев, и у всех других бывших советских людей. Когда я говорил, что я грек, ко мне сразу теплее относились. Точно так же и в Греции, ну, отношение к русским такое. И надо сказать, что война немножко, немножко поубавила, но, тем не менее, все-таки чувствуется, что очень многие не хотят менять отношения к русским из-за того, что война. Просто они говорят, что вот это неприятно, надо, чтобы закончилось. Но русские остаются друзьями. То есть говорить о какой-то отмене, культурной отмене русского в Греции не приходится сейчас, нет? Нет, нет, нет. Я думаю, что до этого еще далеко здесь. Это зависит от того, как долго война потянется, и как долго будет эта страшная картина по телевидению видеться. Димитрис, в Европейском Союзе есть такое социологическое бюро. Много лет назад я прочел результаты исследований этого бюро, какая страна и какая культура самая ксенофобская в Европейском Союзе. Значит, на первое непочетное место тогда вышла Австрия, затем Венгрия и, наконец, на третьем непочетном месте была Греция. У вас есть какое-то объяснение вот этому феномену? Ну, я такой, это не чувствую я в Греции, понимаете? Есть, конечно, весь связанный с турками, с проблемой с ближайшим окружением, серьезные. Может, они повлияли на результаты этого вопроса. А в принципе, конечно, тут я бы не сказал, что сильно чувствуется вот эта вот ксенофобия. Естественно, турист этого не чувствуется. Но вот в этом исследовании есть одна догадка, что вот такую негативную роль распространения или разжигания ксенофобии играет греческая церковь. Может быть, оно так и есть. Но церковь всегда традиционно консервативна. Все церкви традиционно консервативны. И католическая, и православная, и все другие конфессии в мире, они консервативны. Но я думаю, что в основном эта ксенофобия связана с проблемами, которые у нас с турками, с албанцами, с макетонцами, со всеми этими людьми. Кроме того, вы знаете, я когда приехал в Грецию, меня поразило, как мало тут иностранцев было. Сейчас, правда, поменялась ситуация. Но тут, я помню, как-то я со своей дочерью был на улице, появился Невер. Это было на нее очень большим шоком. Она никак не могла потом пару дней только об этом и говорила, что вот такие черные люди бывают, оказывается. И не могу под конец не задать вам вопрос. Мы все время обсуждали взгляд греков, взгляд других европейцев на украинскую проблему. А теперь я переверну свой вопрос. А украинцам нравится в Греции? Я в очередной раз пытался одной украинской женщине с ребенком устроить на работу. Она из Львова поехала сначала в Израиле, там жила, а потом приехала сюда. Вот она мне рассказывала, да, мне тут нравится, мне греки нравятся, мне обстановка нравится. Я думаю, что я тут останусь. Димитрис, у вас в Киеве остались близкие, друзья, можно сказать, родственники. О чем вы говорите по Фейсбуку, по социальным сетям? У вас сейчас есть возможность сказать им несколько слов. Позавчера я разговаривал со своим университетским другом, писателем, поэтом Анатолием Чердакли. Разговоры шли о том, чтобы держитесь, не сдавайтесь, держитесь. Вот это основная вещь. А также предлагаю, приезжайте сюда, хотя бы в гости. Димитрис, огромное спасибо Эв Христо. Паракало. Дякую, дякую. Спасибо, Димитрис. Нашим гостем сегодня и собеседником был волонтер, предприниматель и мемуарист Димитрис Бакулус. И в заключении наша рубрика «Литературные классики о беженстве». Эрих Мария Ремарк. «Тени в раю». Роман 71-го года. Из пролога. В конце войны судьба забросила меня в Нью-Йорк. 57-я улица и ее окрестности стали для меня изгнанника, с трудом объяснявшегося на языке этой страны, почти что второй родиной. Позади расстилался долгий, полный опасностей путь. Вия Долороза. Всех тех, кто бежал от гитлеровцев. Крестный путь этот шел из Голландии, через Бельгию, Северную Францию, в Париж, а потом и разветвлялся. Одна дорога вела через Лион, на побережье Средиземного моря, другая через Бордо и Пиренеи, в Испанию и Португалию, в Лиссабонский порт. Я прошел этот путь, подобно многим другим, спасавшимся от гестапо. И в тех странах, через которые он пролегал, мы не чувствовали себя в безопасности, ибо только очень немногие из нас имели подлинное удостоверение личности, подлинную визу. Стоило попасть в руки жандармов, и нас сажали за решетку, приговаривали к тюремному заключению, к высылке. Впрочем, в некоторых странах еще сохранилось подобие человечности. Нас, по крайней мере, не выдворяли в Германию, на верную гибель в концлагерях. Только немногим беженцам удалось раздобыть настоящие паспорта, потому что бегство наше было нескончаемым. К тому же, без документов мы нигде не могли работать легально. Большинство из нас были голодные, жалкие и одинокие. Вот почему мы и назвали путь наших странствий Виа Долороза. Эрих Мария Ремарк. Тени в раю. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина. Война. Беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».